Один из самых важных и светлых праздников отмечает православные всего мира – Рождество Христово. Особая ночь, озаренная Вивлеемской звездой, особенный день, наполненный радостью и надеждой. В рождественскую ночь в храмах прошли торжественные службы. В Дагестане по традиции центром празднований стал Свято-Успенский кафедральный собор Махачкалы. На службе побывала наш корреспондент Наталья Ханбабаева. Ей слово. К этому дню верующие готовились особенно. После 40-дневного рождественского поста прихожане собрались около храма. И вот по традиции звучит звон колоколов. Он возвещает о наступлении светлого праздника Рождества Христова. Сегодня Свято-Успенский кафедральный собор Махачкалы наполнен светом тысячи свечей. Храм выглядит особенно торжественно. Он украшен еловыми ветвями, что символизирует начало новой жизни. А духовенство облачилось в белую праздничную одежду, символизирующую божественный свет. Праздничную литургию совершил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. Он поздравил православных верующих с одним из главных праздников. И подчеркнул, Рождество – это время творить благие дела, праздник добра и мира. А это именно то, в чем все мы сейчас особенно нуждаемся. Нам порою кажется, что добро слабо и беззащитно. А от нашего небольшого усилия мало что зависит. Однако это не так. Существует непривожный духовный принцип. Любовь умножается, когда мы подаем себя другим. Верующие пришли в церковь с родными и близкими. Ведь этот праздник неотделим от многовековых семейных традиций. Родители берут с собой детей. Говорят, очень важно передавать свои знания подрастающему поколению, чтобы младшие смогли сохранить свою культуру. Пришли свечки поставить с мучиком, чтобы он причастился. Чтобы Боженко сегодня родился. Для нас это великий праздник, светлый такой день. А дети, в свою очередь, удивляют религиозными знаниями. Многие из них ходят в церковную школу. Все люди приходят утром на праздник. 6 числа января бывает сечельник, остаются на ночную службу. Могут прийти утром и вечером. Это очень большой праздник. Сюда приходит много людей. Посещение праздничного богослужения в ночь перед Рождеством – это традиция, которую соблюдают все верующие. В это время они как никогда молятся за мир. Мы очень любим этот праздник. Ну, значит, что надежды на лучшее. Каждый год надеешься на лучшее. Это здоровье всем близким. Ну и, конечно же, мира. Мира просто со слезами на глазах. Мир, чтобы был обязательно. Впереди у православных еще один важный праздник – крещение Господне. Верующие отметят его 19 января. Этот день вновь объединит людей в молитвах о мире и добре. Наталья Ханбабаева, Саид Кутиев, Рамазан Амаров. Время новостей.